Одним из важных этапов подготовки к зиме нашего плодового сада это опрыскивание его мочевиной. Мочевиной нужно опрыскать не только стволы деревьев, листья, но и также опашу листву под стволами деревьев. У меня это около 400 грамм мочевины на 5 литров воды. Сначала развожу в небольшом количестве воды, потом разбавляю до нужных 5 литров. Фильтуем, доливаем до нужного объема и идем обрабатывать деревья. Еще раз напомню, что мы обрабатываем не только листву и стволики деревьев, но и приствольные округи. Мочевиной мы наши деревья обработали. Теперь нужно взять побелку, обработать ствол, скелетные ветки, хорошенько побелить, чтобы весной мы не наблюдали морозобоин, чтобы наше дерево было здоровым. Вот таким нарядным выглядит теперь дерево. Я прям вошла в раж, чуть ли не намазала все до верхушек. В приствольном круге дерева на зиму уже на спячку залегло много насекомых. Нам нужно провести перекопку приствольного круга, для того, чтобы эти насекомые оказались наверху, для того, чтобы все многолетники, которые растут и подавляют наше дерево, корни были повреждены и весной они не тронулись в рост, не отнимали питательные вещества у нашего дерева. Осторожненько. Вон там, видите, корешки, корешки и яблоньки. Вот они прямо на поверхности. Соответственно, мы их затронуть не должны, мы здесь не углубляемся в землю. Чуть-чуть рыхли мы убираем вот эту траву. Мы убираем нашу траву и освобождаем прикосвольный круг. Ну а дальше уже можно перекопать лопатой, перевернуть слой земли и делать влагозарядный полив. Продолжение следует...